Привет-привет! Предлагаю добавить яркости неона в наши серые будни. Делаем наращивание на арочные гелевые типсы и промазываем зону френча теклосом. Голографическую слюду для дизайна режем на тонкие полоски. Всю эту красоту выкладываем на непросушенный теклос ровненько и стараемся, чтобы не было видно стыков. После просушки ненужные хвостики убираем пилкой. И еще раз перекройте теклосом для того, чтобы продолжить работу, обязательно запечатайте торец. Дальше нам понадобится прозрачный акригель. Мы из него будем формировать ногтевое ложе. И все по классике, все как я люблю, мы потом его не будем ничем стыковать и оставим на поверхности. Таким образом укрепим точки в роста и стрессовую зону, а кончик у нас будет очень-очень легким и конструкция получится практически невесомой для носки. После опила улыбки тела ногтя берем Dolce Black. Закрашиваем им все до линии улыбки. Выравниваем и ловим идеальные блики. После тщательной просушки стираем липкий слой. Шермиконы 221 идеально подойдут для этого дизайна. Монтируем их на ноготочек и перекрываем ногтевое ложе вельвет топ, а зону френча теклос. Эмпасты черная смола обводим надпись вокруг контуром с помощью линейной кисточки. Высыхая, эмпаста не имеет остаточной липкости. Желтый неновый пигмент мешаем с эмпастой белый рафинад. Разукрашиваем этой смесью торец улыбки и рисуем поверх линию, обводя надписи и дополняя наш дизайн. Досмотрите до конца. Там, как всегда, я подготовила для вас варианты для салонного обслуживания. При необходимости дублируйте линии, чтобы они были как можно ровнее, как можно однороднее по толщине, по всей своей поверхности. Обязательно тренируйте навык рисования тонких линий. В этом сезоне он вам понадобится просто каждый день. Вот такой вариант у меня получился. Он яркий, сочный, необычный и, конечно же, блестит просто бомбически. И ловите варианты для салонного обслуживания. Делайте скриншот и предлагайте их своим клиентам. Я добавила еще на белом фоне. Пока, надеюсь, вы получили электрический заряд вдохновения. Продолжение следует...